Как сотканная паутина, легкие традиционные кумыгские платки-тостары. Когда-то их умела плести каждая кумыгская женщина. Найти мастерицу по плетению тостаров теперь большая удача. Чем уникален платок и почему должен быть у каждой женщины, рассказывает Луиза Раджабова. Джамина Шугайбова из селения Нижней Казанище Буйнахского района 18 лет обучает сельских девочек дело про бабушек в школе искусств. Прежде чем научиться плести настоящий шелковый тостар, у нее ушли долгие годы. Каждая клеточка тяжелый труд, кропотливая работа. Не все выдерживают. Но ученицы не сдаются раз за разом, накидывая петли под чутким руководством мастерицы Жамины. Вот эти платки одевали у нас женщины в годах, можно сказать, 35-40, дальше носили. А вот одинарные носили молодые. И невесты одевали, калом давали еще вот эти платки. Девочки должны были научиться вышивать и платки плетать. Жамина Маровна не только хорошая мастерица, но и сама придет нити. За коконами шелкопряда она специально ездила в Среднюю Азию. Дома у себя для них отвела отдельную комнату. Создала все условия, чтобы шелковичные черви и в Нижнем Казанище чувствовали себя как дома. Вот такой платок можно на же год сидеть работать. Она очень такая работа. Если вот женщина на работу не ходит дома, сидит, можно за три месяца сделать. Соединив по крупицам знания, Жамина возродила в Буйнакском районе исчезающее ремесло. И приняла первую группу учениц. Плетение – это только часть дела. Самое сложное – приготовление ниток. Сотканный из других нитей платок считаться настоящим-то старым не может. Такая нитка получается у нас из этого кокона. Вот такая тонкая, нежная ниточка. Знаете, сколько можно? Даже 2-3 километра можно из одного кокона получать такую нитку. Такая она тоненькая-тоненькая. Благодаря мастерице Жамини и ее ученицам будущее кумыскому платку «Тестар» обеспечено. Луиза Раджабова, Салман Китихмаем, телеканал ННТ, Буйнакский район.